Большинство этих мостов были построены 40 лет назад. Срок их эксплуатации практически истек. К тому же все они были не рассчитаны на такой поток транспорта. Этот мост в районе села Осиновка рухнул несколько недель назад, когда на него въехала груженная фура. Сейчас в Приморье перед переправами установили знаки ограничения массы. Теперь по ним могут ездить машины до 20 тонн. То есть фактически без груза. Остальные должны пользоваться объездными путями. Но водители фур говорят, это долго и небезопасно. Например, чтобы объехать мост в селе Штыково, нужно преодолеть лишние 230 километров по бездорожью. Если я поеду по этой дороге, то через три рейса я останусь без машины. Потому что там дороги нету, там грунтовка, ее никто не делает. И мосты там такие горбатые, что во-первых затраты по ГСМ и по времени будут несоизмеримы. Поэтому мне проще проехать по дороге, которая есть краевая. То есть со всеми нарушениями. По словам водителей, штрафы фурам, которые нарушают знаки ограничения массы, в Приморском крае пока не выписывают. Единственный в регионе пост весового контроля закрылся в этом году после жалоб перевозчиков на некорректную работу оборудования. Средств на восстановление всех изношенных мостов в местных бюджетах нет. Однако глава региона Олег Кожемяка заявил, что решение этого вопроса уже найдено. На прошлой неделе Приморье посетил председатель правительства Дмитрий Медведев, который поручил региону включиться в федеральную программу ремонта и строительства мостов. Сейчас начнем эту работу выстраивать вместе с Минтрансом России и внутри все ресурсы используем, чтобы в пределах 7-8 мостов, до 10 мостов в год В крае требует капитального ремонта 149 мостов. Часть средств на это уже запланирована в краевом бюджете на 2019 год. А программа Министерства транспорта Российской Федерации, в которую включился Приморский край, позволит за федеральные средства не только ремонтировать, но и капитально строить новые мосты в регионе. Олег Завьялов, Евгений Апарин, Новости на Восьмом.